Дело двух бывших налоговиков обещает быть долгим. Одно только обвинительное заключение состоит из пяти томов. По версии следствия, Алексей Илюхин и Андрей Дропа мошенническим способом получили возмещение НДС на сумму почти 10 миллионов рублей. Для этого использовались фиктивные документы, а фирмы, которые якобы участвовали в сделках, являлись однодневками. Свои лица обвиняемые скрыть не пытаются, но и не особо разговорчиво. В этом деле свои вины они не признают. По версии силовиков, чтобы провернуть мошенническую схему, они обладали специальными познаниями в сфере налогового законодательства и заведомо знали порядок возмещения налога на добавленную стоимость. В начале 2000-х Илюхин и Дропа вместе работали в налоговой инспекции по Ленинскому району Самары. Илюхин покинул госслужбу после того, как получил два года условно за хулиганство и угрозу убийством. Теперь суд того же района, где когда-то он работал налоговиком, рассматривает уже дело о мошенничестве. Судимый Илюхин и Дропа вне за решение преступления присматривает соответствие 59-й уголовной коррекции Российской Федерации, а именно в 11 эпизодах мошенничества по части 4-й, 3-й и 2-й. Санкция самого тяжкого преступления 159-й части 4-й присматривает реальное лишение свободы до 10 лет. Специалисты говорят, рассмотрение этого дела может затянуться на несколько месяцев. Объем большой, нужно допросить много свидетелей. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.